Приветствую вас, и вы знаете, вот исходя из того, что вы написали, я могу сделать такой вывод, что ваш муж занимается чем-то, тем, что он делает, без какой-то такой особой цели. То есть вот у него есть желание чем-то, чем-то заниматься, да, но при этом момент того, ради чего он это делает, мне кажется, немножечко ускорбляет. Понимаете, вот нельзя просто так брать и, скажем, перебирать вид деятельности. Сперва нужно определить вообще ценности человека, его предпочтения, его взгляды, потом, исходя из этого, определить его интересы, его склонности, его, значит, именно, так скажем, способности. И уже после этого, после того, как эти две вещи будут определены, можно говорить о том, чтобы пытаться как-то эти обе вещи совместить, то есть стараться их совместить друг с другом. Только так, и никак иначе. И исходя из этого, я хотел бы задать вам такой вопрос. Вот вы говорите, что мой муж пытается чем-то заниматься и так далее. Он пытается чем-то заняться для чего? Зачем? Он пытается чем-то заняться, чтобы что? Чего он хочет, условно говоря, добиться, начиная заниматься чем-то? Какая у него цель? Если цель просто чем-то заниматься, то, к сожалению, ничего удивительного, что у вашего мужа не получается, значит, надолго удержать какого рода вид деятельности. Потому что без цели, без мотивации, без смысла того, ради чего это делается, вряд ли можно говорить о том, чтобы ситуация как-то исправила. Поэтому первое, о чем вам нужно со своим мужем поговорить и подумать ему, это то, ради чего он вообще захотел чем-то начать заниматься. А что, он раньше ничем не занимался или как? Вот, тоже на самом деле довольно важный аспект в данном случае. Если мужчина, например, ничем не занимался, да? Ну, допустим, вот какое-то время он ничем не занимался, то получается у него не было стимула для того, чтобы это делать. Возникает вопрос, а если не было стимула, то почему тогда у него этот стимул, по-вашему, сейчас появился? Вот просто подумайте об этом. Появился ли у него стимул реально сейчас что-то делать? Если да, то как этот мотив, как этот стимул выражается? Если нет, то, соответственно, как вы тогда пытаетесь человека, значит, как-то вот сподвигнуть на какой-то вид деятельности, скажем так? Это совершенно невозможно и, к сожалению, лишено всякого смысла, человек будет просто-напросто, значит, пробуксовывать, потому что у него не будет никакой мотивации, я бы сказал, вот именно, ну, более глобальной мотивации что-либо делать. То есть ему нужен стимул, ему нужен мотив, ему нужен анализ его желаний, анализ его потребностей. И если вот ситуацию поставить так, то тогда вполне может быть, что вы сможете вместе со своим мужем найти причину того, что с ним сейчас происходит. То есть главная мысль, которую вам желательно уяснить для себя сейчас, эта мысль такая, что для любой деятельности нужен определенный мотив. И мотив это не просто, вот, знаете, мотив заниматься деятельностью, нет. Мотив должен быть, как бы, как бы, больше, чем, чем, чем самодеятельность. Вот, в этом направлении я бы хотел, чтобы вы немножечко постарались подумать, потому что это очень важно. Пожалуй, еще, что я хотел бы вам сказать, заключается в том, что вашему мужу, в принципе, в принципе, можно было бы вот самостоятельно обратиться к нам на ресурс, если для него это была проблема, чтобы мы с ним поработали, чтобы мы ему постарались помочь и так далее. Потому что вот то, как вы описываете, это, конечно, очень, ну, может быть, это и правильно, может быть, это и верно, но с вашим мужем нужно разговаривать все-таки, ну, как-то вот непосредственно, чтобы иметь возможность ему помочь. А то, вот, знаете, пока ситуация вот так вот складывается, ну, помочь ему возможности не предоставляется никакой. То есть, может быть, там проблема куда глубже, может быть, дело не в том, что он не может заниматься какой-то деятельностью, да, может быть, ситуация в том, что человек, допустим, ну, как-то вот не уверен в себе или, там, не может поверить в себя и так далее. Понимаете? То есть, с этим нужно разбираться. Также очень может быть, что мужчины себя просто-напросто не чувствуют мужчиной. такое неприятное. Ну, может быть, тоже. И тогда мы должны подумать о том, о том, о что мешает ему чувствовать себя мужчиной, да, что мешает ему ощущать себя таковым. Ну вот, тоже важный момент, понимаете, то есть я хочу сказать здесь только, что вы, может быть, не все нюансы его ситуации, понимаете, хотя, безусловно, и вы большая молодец, что обратились к нам на ресурс за помощью, но, тем не менее, все же будет лучше, будет правильнее, если он сам обратится к нам за этой помощью, и тогда помощь будет куда эффективнее, помощь будет куда, значит, ну, так сказать, целенаправленнее, и, собственно, это все сыграет вашему мужу только на пользу. Еще раз повторю, если только человек сам отдает себе отсчет в том, зачем ему делать те или иные вещи, то есть у мужчины, у вашего мужчины должно быть желание что-то делать, если этого желания у человека нет, или если он, например, не хочет как-либо менять свою жизнь, то мы ему, скорее всего, не поможем, потому что насильно помочь нельзя. Я надеюсь, что вы, вот, этот момент, ну, также постараетесь для себя понять, то есть, чтобы вы не думали, что вот мужчине вашему может, можно помочь там, скажем, в обязательном порядке, хочет он этого или нет. Вот. На этом вот, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Покажите своему мужу, значит, мою запись, дайте ему ее послушать, чтобы он, значит, что-то постарался для себя понять, вот, и будьте готовы на всякий случай к тому, что, может быть, и вам придется что-то в своем поведении менять, потому что, к сожалению, вот, то, что происходит сейчас с вашим мужем, это, к сожалению, не только его проблемы, но это и, как это, как это не, неприятно, может быть, случить, но это проблема еще, еще и ваша, это проблема еще и вашего поведения с ним, и, соответственно, работать придется, возможно, и как с вами, и как с вашим мужем тоже. Вопрос в том, ну, готовы ли вы к этому, например, или нет, это уже зависит целиком и полностью от вас. Мы же с своей стороны будем готовы с радостью вам помочь, если, значит, ну, вы изъявите на это желание. На этом все, надеюсь, пап помог вам, если какие-то вопросы дополнительные у вас остались, пишите в личку, я вам помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!